За профессионализм и личный вклад в систему охраны здоровья заместителя начальника управления здравоохранения Людмилу Королёву отметили на планёрном совещании. Ещё один повод поздравлений – юбилей. Далее планёрка прошла стандартно. О происшествиях в Анапе за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терёхин. Участились случаи краж и грабежей, воруют из номеров гостиниц, из квартир и на пляже. За неделю сотрудники полиции изъяли почти 5000 литров незаконного алкоголя. Самыми проблемными зонами остаются стройки. Здесь нарушают чаще всего. Семь иностранных граждан выдворили из страны за нарушение законов России. Нарушают анапчане Маранапы. Сергей Сергеев определил квадрат особого порядка в городе, точнее – особого беспорядка. Улица Парковая, Трудящихся, Гребенская. Там, где у нас построили Министерство обороны, там, где люди позакрывались с заборами проходы, там, где сегодня ездят ВТР, где ТВ-шки построены за счет людей. Сегодня многоквартирные дома, которые там строятся, пытаются на них сесть без увеличения мощности и без ничего. И ваших проблем касается. И самое главное – глава устройства. После выпадения осадков – все, это уже не выгравливают. В городе не снимают пятый класс пожароопасности. В связи с этим внеплановые проверки системы оповещения проведут в школах и в сельских округах. Анапчаны гостей курорта просят отложить на время запуск китайских огненных фонариков. Такая невинная и романтичная забава чрезвычайно опасна. Прошу сотрудников ГИБД, казачества, сурсельского и сельского округа, также не избавлять работу по уезду и отручению транспорта на запоедренную территорию. На этой неделе Сергей Павлович проводил внеплановую проверку работоспособности системы экспертного оповещения и информирование населения об угрозе ЧАЭС. Это в школах и в администрациях сельских округов, муниципального образования города Анапы. На этой неделе Северков Сергей Сергеевич совместно с ГИМСом провести работу по дайвинг-центрам по поводу несанкционирования посещения некоторых участков, где запрещено купание даже людей. Заместитель мэра Анапы Михаил Баюр назвал нарушителей и показал на слайдах фото заросших амброзией участков. В ходе проверок на 18 августа под контролем 87 землепользователей, из них 7 сельскохозяйственных предприятий и 15 фермерских хозяйств. На 9 собственников составили акты. Карантинный сорняк чрезвычайно опасен, это самый мощный аллерген и чрезвычайно вынослив. Корневая система амброзии развивается до 5 метров. Семена могут дать всходы даже через 30 лет. А кто ж к нам поедет, дорогие друзья? Ведь есть люди и аллергики, которые с удовольствием приедут в Анапу отдохнуть, в селье. Но увидев все вот это, сегодня информация проходит мгновенно. Через интернет, различные формы есть и способы. Мгновенно, подчеркиваю, проходит информация. Увидев вот это, никто к нам не поедет, понимаете? Из этой категории. И потом различные формы. То пробки, там общественный транспорт плохо грязный, то конка на пляже, то отсутствие воды, то частое отключение электричества. И вот это все в комплексе создает у людей, которые собирались к нам по одной причине, допустим. Сказать, ну зачем мне ехать, если там электричество отключается, будет жарко, все это остальное. Проверять газоны, клумбы и земельные участки утром, днем и вечером распорядился мэр Анапы Сергей Сергеев. Справиться с амброзией можно, если необходимую работу выполнять вовремя. И это правило касается всех городских служб. Названы были четыре руководителя предприятий, допустивших массовое произрастание амброзии. На выходе из Большого зала администрации их ждали четыре букета амброзии. Может быть, такие букеты заставят их задуматься о борьбе с сорняком. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.